Ездить на хоккейные матчи и путешествовать об этом сейчас мечтает Алексей. Несмотря на то, что мужчина прикован к инвалидной коляске, он решил получить водительское удостоверение. Оказалось, в Череповце мало автошкол, которые готовы обучать людей с ограниченными возможностями. Алексей заключил договор с одной из них и внес предоплату. Проблемы начались по окончанию теоретического курса. Подошло время к тому, что нам нужно было как-то выходить на нее, чтобы начать занятия практические. Ну, я столько не пытался звонить, к сожалению, не получилось. Телефон либо занят, либо отключен, т.д. и т.п. Дозвониться до директора автошколы не смогли многие начинающие водители, а также инструкторы, говорит Алексей. Кроме того, офис автоакадемии закрыт на ключ. Я обошла все три этажа этого здания, но никакой автошколы здесь нет. Они напоминают только вот эта вывеска, которую пытались сломать. Возможно, это сделал кто-то из несостоявшихся водителей. Похожая ситуация в прошлом году произошла и в областной столице. Директор автошколы, которая не имела права на подготовку водителей, заключила договор с десятками человек. После проведения нескольких теоретических занятий директор перестал отвечать на телефонные звонки. В Алакжане обратились в полицию. Оказалось, 44-летний предприниматель собрал с учеников около полумиллиона рублей и потратил их на собственные нужды. В отношении мужчины завели уголовное дело. Отмечу, деятельность автошкол находится под пристальным вниманием прокуратуры. В прошлом году специалисты проверили 8 организаций и в каждой нашли нарушение. Руководители привлекли к дисциплинарной ответственности. За грубые нарушения или на основании заявления от кандидатов водителей автошколу могут и вовсе лишить лицензии. Этим занимается департамент образования области. На основании этого заявления массового издается приказ о проведении внеплановой проверки. Уведомляется прокуратура и, соответственно, само учреждение о том, что вот в такие-то сроки у нас пройдет проверка. По итогам, если мы устанавливаем, что эти факты подтверждаются, то в случае, если это грубые нарушения, то мы составляем протокол. Если это нарушения не грубые, то, соответственно, предписание. По словам специалистов, Череповецкая автоакадемия лицензию получила два года назад. Кроме того, у нее были созданы все условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, в городе металлургов таких автошкол несколько. В первую очередь для подготовки особенных людей необходимо иметь специально оборудованный автомобиль. Машина для инвалидов предназначена для действия рук. То есть это, если мы тормозим, то от себя, вот эти два рычага. Если нам нужно добавить газу, то мы, наоборот, на себя. При этом руль держится руками. Для того, чтобы переключить передачу, нам необходимо выжать сцепление. Либо это делается ногой, либо это делается рычагом вот этим. И переключается, соответственно, передача. Именно на таком автомобиле и продолжит свое обучение Алексей. Первое вождение у него было сегодня. Возможно, в скором времени мужчина сможет воплотить свои мечты в реальность, если успешно сдаст все экзамены в ГИБДД. Татьяна Жданова, Анатолий Холин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok